Ли Страсс, занявшая кресло премьер-министра Великобритании всего месяц назад, рискует его потерять. Об этом пишет главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли. Он указывает, что рейтинг одобрения работы Трасс на посту премьера опустился ниже уровня Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Как сообщает Guardian, экономический курс правительства Ли Страсс привёл Великобританию к рекордным темпам роста инфляции. Сейчас она составляет 9,9%. Это максимальное значение за последние 40 лет. Курс фунта стерлингов упал до исторического минимума и торгуется на уровне одного доллара. По мнению ряда экспертов, жители Соединённого Королевства уже в ближайшее время рискуют столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов. Причиной, по которой Ли Страсс столкнулся с неудачей, стало то, что она была избрана руководящей партией Великобритании, потому что Борису Джонсону пришлось покинуть свой пост после череды скандалов. В связи с ситуацией в Украине, Великобритания активно поддерживает политику США, что привело к большей инфляции в Соединённом Королевстве. Это в основном потому, что цены на нефть и газ поползли вверх. Мы говорим о рекордной инфляции, начиная с окончания Второй мировой войны. Больше всех от финансового кризиса пострадали студенты, так как не получают государственной поддержки, которая выделяется домохозяйством. Как сообщает газета The Guardian, более 300 тысяч студентов в Великобритании хотят прервать учёбу, так как больше не могут её оплачивать на фоне подорожания электроэнергии и продуктов, а также высоких темпов инфляции в стране. Студенты, проживающие в университетских общежитиях, не получают скидок на электроэнергию. Million Plus призывает университеты разработать меры поддержки студентов, чтобы те могли продолжить обучение. Некоторые университеты уже пошли на такие меры, как увеличение грантов, выдача ваучеров на питание и скидок на транспорт. Лист-Трас сейчас столкнулся с очень большой проблемой, пытаясь вернуть экономику в прежнее русло. Мы видим, как множество работников идут на забастовки, что приводит к различным нарушениям. Сейчас люди здесь действительно сталкиваются с трудностями в связи с ростом цен. Им приходится платить больше и за жильё, и за продовольствие. Скоро зима, которая в Великобритании достаточно суровая, и сейчас людей интересует вопрос, как они будут оплачивать счета за отопление. Между тем, министр Шотландии Стерджин заявила о росте поддержки независимости региона из-за политики Трас. По её словам, у Трас был худший старт по сравнению с другими премьер-министрами. А экономическую политику нового премьера Стерджин назвала катастрофой. Политика отметила, что независимость – это ответственность за свои собственные решения. Ранее, во время выборной кампании в Британии, глава Шотландии уже заявляла, что Трас может стать катастрофой для страны в случае победы. Позже, поздравляя Трас с избранием на пост премьера, Стерджин заявила, что политические разногласия глубокие, но пообещала стремиться к построению Трас хороших рабочих отношений. Продолжение следует...